Это программа День города. Здравствуйте в студии Дины Исляевой. В начале главная тема выпуска. Получили муниципальные награды и юбилейные медали. В Рязани провели торжественный прием, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. Время подумать о летнем отдыхе детей. Родителям рассказали, как получить бесплатную путевку. Фотоконкурс для девушек в погонах. В Рязани выбирают красу Росгвардии. Внутри вылазки этап чемпионата Ассоциации спортивных клубов России. В Ряз ГМУ сыграли в настольный теннис, шахматы, баскетбол, мини-футбол и волейбол. Рязанская область получит более 6 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов в 2019 году, пишет ТАСС. В кулуарах российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Николай Любимов сообщил, что объем средств регионального бюджета на указанной цели составит 2 с лишним миллиарда рублей. Все запланированные на год мероприятия национальных проектов будут обеспечены финансовыми средствами в необходимом размере. Среди крупных проектов – завершение строительства больницы скорой медицинской помощи в Рязани, строительство онкодиспансера, спортивных комплексов, крытых катков, детских садов и школ. В областной бюджет поступило свыше 31 миллиарда рублей. Такие данные огласили на коллегии УФНС, посвященные итогам работы за 2018 год. Подробнее о поступлениях и проверках в нашем следующем сюжете. Итоги работы налоговых органов Рязанской области подвели 14 февраля на коллегии Управления Федеральной налоговой службы. Присутствовали представители различных ведомств, таких как прокуратура, Следственный комитет, Управление Федеральной службы судебных приставов и другие. В 2018 году сохранился положительный динаметр налоговых поступлений. Консолидированный бюджет Рязанской Федерации по платежщикам административного налогового органа Рязанской области поступил 57 миллиардов 399 миллионов рублей. Это на 7,30 процента или на 3 миллиарда 881 миллион рублей больше поступлений 2017 года. В целом структура налоговых доходов в 2018 году не изменилась. В основном федеральный бюджет сформирован за счет поступлений НДС. Его доля в общем объеме почти 90 процентов. Что примечательно, ведомство целенаправленно ушло от тотального контроля налогоплательщиков, признав его неэффективным. Сейчас оно строит работу, основываясь на инструментах риск-анализах, точечно выбирая объекта для налоговых проверок. Эффект от подхода уже получили и снизились административные нагрузки на бизнес. Ежегодно в зоне нашего повышенного понимания находится в исполнении установленных бюджетных назначений по налогам и доходам консолидирования бюджета Рязанской области. Это комплексная работа, которая включает в себя корректные и объективные планирования доходов бюджета, а также совместная работа с органами исполнительной власти и правительством Рязанской области по исполнению бюджета нашего региона, в котором налоговые доходы составляют более 90 процентов. Уменьшилась также совокупность налоговой задолженности больше, чем на полтора миллиарда рублей. А в результате применения мер взыскания погашено 5 миллиардов рублей задолженности. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Михаил Белькевич покидает пост начальника управления благоустройства по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. Заявление Белькевич написал 13 февраля. Михаил Белькевич был назначен на эту должность в апреле 2018 года. Он заменил Владимира Луканцова, ставшего заместителем главы администрации Рязани, а сейчас возглавляющего администрацию Шиловского района. Торжественный прием, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялся в Большом зале Гордумы. Глава муниципального образования Юлия Рокотянская и исполняющий обязанности главы города Рязани Сергей Карабасов вручили ветеранам муниципальные награды и юбилейные медали 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Прослужил в Афгане 4 года. Генерал-майор милиции Юрий Клугин за героический подвиг при выполнении интернационального долга был достоин ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Занимались и по борьбе с наркотиками, и по разложению бандформирований, и в том числе обеспечивали безопасный вывод и наших войск, готовили базу для вывода войск еще первый заезд, когда личные контакты были с лидерами вооруженной оппозиции. На торжественном приеме ему и другим рязанцам, участникам тех событий, вручили юбилейные медали 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Глава муниципального образования, председатель городской думы Юлия Рокотянская поблагодарила воинов-афганцев за участие в общественной жизни региона. Знания и опыт воинов-афганцев востребованы в разных сферах жизни. Ветераны Афганистана работают в силовых структурах, в бизнесе и общественных организациях, вносят значительный вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности и бескорыстного служения Родине. Обращаясь к воинам-афганцам, исполняющий обязанности главы города Сергей Карабасов отметил, события тех лет вошли в историю как самый продолжительный и масштабный локальный конфликт после Великой Отечественной войны. Счастливые ваши в более 4 тысяч жители Рязанской области. Все здесь присутствующие воины афганцы с честью справились со всеми трудностями, проявили самые ценные человеческие мужские качества – храбрость, стойкость, доблесть, преданность долгу. После вручения юбилейных медалей и муниципальных наград для гостей выступил ансамбль «Крылатая пехота». Напомню, основные торжества, посвященные 30-летию вывода советских войск из Аблинистана, пройдут в Рязани 15 февраля. Дина Ислева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Обнародована запись с камер видеонаблюдения, которая помогла раскрыть убийство супружеской пары из города Сасово. Напомню, 8 февраля в частном доме были обнаружены тела 76-летнего мужчины и его 73-летней супруги с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей убийства двух лиц. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, по горячим следам установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался местный житель. Подозреваемый сообщил, убийство он совершил из корыстных побуждений. По данным следствия, вечером 6 февраля 2019 года в городе Сасово подозреваемый пришел к частному дому с одной целью – похитить деньги. Он выключил электрический счетчик на крыльце и спрятался. А потом стал ждать, когда выйдут хозяева. Подозреваемый напал на пожилого мужчину, нанеся ему удары кулаком по голове и несколько ударов ножом в грудь и спину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Пройдя в дом, подозреваемый в коридоре встретил 73-летнюю супругу погибшего и нанес ей смертельный удар ножом в грудь. С места преступления он скрылся вместе с найденными в доме денежными средствами. Тела погибших были обнаружены их родственниками только спустя два дня – вечером 8 февраля. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения по стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В Рязани на улице Сережина гора произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Видео с места аварии выложила пользователь соцсети ВКонтакте. Как следует из видеоролика, вероятная причина аварии – несоблюдение дистанции. Помощь умирающим и смертельно больным. Острые и в то же время важные вопросы палеотивной медицины давно поднимают врачи и специалисты. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная этой теме, прошла в Рязанском государственном медицинском университете. Не лечение заболеваний, а снятие симптомов, которые жизнь больному ухудшают. Речь идет о болезнях неизлечимых, с которыми научились только бороться, но не побеждать. Такая помощь носит название «палеотивная». Вопрос практически действительно на злобу дня. Вопрос обсуждаемый сейчас широко и на всех уровнях. Недавно состоялись большие парламентские слушания, в которых принимал участие министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Ильи Скворцова. Скоро мы ожидаем принятия закона палеотивной помощи во втором чтении. Фактически образование правового поля на данном весьма сложном, но очень нежном направлении, с которым очень нужно аккуратно работать и который нужно развивать. Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам палеотивной медицинской помощи проходит в стенах Рязанского медицинского университета не в первый раз. И всегда на мероприятие приезжают гости из других городов, а в зале много студентов и специалистов. Вопрос этот сложный, как заявляют сами спикеры. Однако говорить о нем нужно. Каждый мечтает, дал таблетку, человек поправился, сделал укол, тоже поправился, операцию сделал, поправился. А есть болезни, которые нельзя их лечить. А возьмите гипертоническую болезнь, можем мы ее вылечить? Нет. Сахарный диабет можем вылечить? Нет. Сердечные недостатки можем вылечить? Тоже нет. Это химическая болезнь сердца. Вот это тоже, это тоже, так сказать, палеотивная медицина. Сейчас и онкология к этому приходит, чтобы, так сказать, как можно дольше этого пациента, чтобы он жил. И вот палеотивная медицина как раз этим и занимается. Один из самых важных гостей конференции это Георгий Новиков, председатель правления Российской ассоциации палеотивной медицины. Профессор поблагодарил ректора вуза и отметил, что конференция в этих стенах проходит не случайно. Преподаватели института внесли немалый вклад в развитие палеотивной медицины. Мы находимся на начальной стадии, ну я думаю, с течением создания нормативно-правовой базы, решения вопроса финансирования. И мы понимаем, что нам делать. У нас перед нами стоят определенные задачи. И мы надеемся, что этот раздел медицины очень актуальный сегодня, найдет свое внедрение и продолжение в нашей медицине. Межрегиональная научно-практическая конференция продолжится всего один день. Однако даже в течение него у студентов ждет общение и дискуссия со специалистами. И, что немаловажно, обмен опытом. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город. Многие родители уже начали задумываться, как и где будут отдыхать их дети во время школьных каникул. Недорогой и полезный отдых предлагают детские оздоровительные лагеря. Кому положены бесплатные путевки, узнала Мария Рудая. Новые друзья. Теплый солнце, развивающие спортивные мероприятия. Целая жизнь под названием «Лето». Три месяца каникул школьники ждут всегда с нетерпением. А вот для родителей наступает тяжелая пора выбора детских, оздоровительных или образовательных лагерей. При этом цены на путевки, надо сказать, кусаются. В некоторых случаях они достигают почти 40 тысяч рублей. Минимальная стоимость – порядка 15 тысяч. И то надо поискать. 28-летних лагерей уже разместили объявление о наборе отдыхающих на 2019 год. А между тем, есть определенная категория детей, которые должны получать путевки бесплатно или за значительно меньшую стоимость. К таким относятся дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в трудную жизненную ситуацию и дети-работников бюджетной сферы. Как правило, расходы на приобретение путевок этим категориям граждан компенсируют. При этом проценты достаточно высок и варьируются от 50 до 70%. Для этого родители или законные представители должны предоставить в органы соцзащиты определенные документы. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, свидетельство о рождении ребенка при достижении ребенка в возрасте 14 лет, документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства на территории Рязанского области, сведения, подтверждающие место работы заявителя, то есть в данном случае законного представителя, копии трудовых книжек. При этом родители должны до 1 мая предварительно подать заявку о выделении денежных средств для компенсации. А после заявления надо подать не позднее, чем через 3 месяца с даты окончания отдыха ребенка. Но есть дети, которым государство бесплатно предоставляет санаторно-курортное лечение или посещение детского оздоровительного лагеря. Это дети-инвалиды. И здесь закон строго регламентирует права несовершеннолетних. Для получения путевки необходимо получить в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства справку установленной формы, которую вместе с заявлением необходимо предоставить территориальный фонд Фонда социального страхования Российской Федерации. Заявление о представлении санаторно-курортной путевки может быть подано в письменной форме или в форме электронного документа с использованием сети интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом санаторно-курортные путевки выдаются не позднее, чем за 18 дней до даты заезда. Важно, что государство также компенсирует расходы, связанные с сопровождением детей-инвалидов, в санаторий или летний лагерь. Как правило, с ребенком едет кто-то из родителей или официальных представителей. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани выбирают участниц для фотоконкурса «Краса Росгвардии». Обязательные условия конкурса на снимке участница должна быть в военной или служебной форме. Тема, которую нужно раскрыть на снимке – красота на страже Родины. Рязанское управление впервые принимает участие в фотоконкурсе «Краса Росгвардии». Сделать фото можно в любом интерьере. Обязательные требования к участницам – предоставить снимки в форме. Однако делать макияж и прическу не запрещено. Но самые красивые девушки из Рязанского управления этим утром приехали в фотостудию. В управлении Росгвардии по Рязанской области проходит служба не только мужчины, но и девушки. Проводя конкурс «Краса Росгвардии», мы хотим показать наших девушек, которые выбрали не самую женскую профессию. Девушки в Росгвардии не только несут службу вместе с мужчинами, но и при этом всегда остаются очень красивыми и привлекательными. В конкурсе участвуют девушки не только красивые, но и успешные. Кира Нестерова – мастер спорта по стрельбе. В составе Росгвардии для нас это впервые, этот конкурс справится впервые. Такой интересный жизненный опыт, потому что как-то все-таки приходится учиться и улыбаться, и общаться, скажем так, на камеру. Так интересно. Заниматься этим видом спорта Кира начала еще в 2002 году, когда училась в ВУЗе. Вошла в сборную в прошлом году, стала восьмой в общем зачете на первенстве России. В этом году заняла второе место в стрельбе из пистолета Макарова в чемпионате Центрального федерального округа Росгвардии по стрельбе из боевого оружия. Во-первых, это очень хорошо дисциплинирует, учит лучше относиться к поставленной какой-то любой задачи по службе, в быту. Ну и вообще это очень отличная моральная разрядка, оттушина. Это, я не знаю, для меня стрельба, это любовь на всю жизнь. Итоги фотоконкурса «Краса Росгвардии» подведут в марте. Из снимков, которые пришлют управление Росгвардии из разных регионов страны, отберут 12 лучших. Их разместят на ведомственном календаре на 2020 год. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязгому стартовал внутривузовский этап чемпионата Ассоциации спортивных клубов России. Участники будут соревноваться в пяти дисциплинах. Это настольный теннис, шахматы, баскетбол, мини-футбол и волейбол. Лучшие войдут в команду, которая отправится в Казань, чтобы сразиться с сильнейшими сборными страны. Ульяна Попова занимается волейболом почти 15 лет. Продолжает семейные и спортивные традиции. Ее папа-тренер, у мамы первый взрослый разряд. Начинала с детско-юношеской сборной, а сейчас выступает за родной медицинский университет. Два года назад она стала кандидатом в мастера спорта, выиграв чемпионат Рязанской области в составе сборной Рязгому. У нас очень активный тренировочный процесс, но наш вуз и наш ректор Роман Евгеньевич Калинин делает все для того, чтобы нам было максимально комфортно заниматься. И поэтому, в принципе, я не могу сказать, что мне было сложно. Скорее наоборот, это тебе придает еще больше сил, еще больше закаляет характер для того, чтобы стать хорошим специалистом в своей области. Сейчас в Рязгому стартовал внутривузовский этап чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Победители определяют в пяти видах спорта. Это мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы и волейбол. Отбор будет проходить до 10 марта. Свою команду представили студенты всех факультетов вуза. Компания будет сложнее, как будто легче. Но самое главное, что из второй команды можно выбрать нашу герой. Надо только перебернуть через себя и сделать себя лучше, чем ты был вчера. До этого все чемпионаты проводятся. Только на волейбольные матчи заявилось более 70 человек. Это 4 женские и 4 мужские команды. Лучшие поедут на заключительный этап в Казань. Это все проводится Ассоциацией студенческих спортивных клубов России. В него входит более 400 вузов со всей страны. Поэтому это охват практически полностью всех вузов страны. И очень престижный среди студентов соревнования. Илья Мамонов попал в сборную Рязгому на третьем курсе. Тренируется три раза в неделю. Еще день посвящает тренажерному залу, а выходные – играм. Волейбол меня покорил, наверное, своей зрелищностью. Потому что каждое очко, каждый розыгрыш – это отдельные эмоции, отдельный игровой момент, который нужно пережить. И даже если что-то не получилось, каждый раз после каждого розыгрыша нужно опять собираться силами и побеждать соперника. Рязанский государственный медицинский университет – это вуз здорового образа жизни. Поэтому спортсменов среди студентов очень много. В прошлом году на фестивале спорта в Ижевске медики стали первыми сразу в трех номинациях. Сейчас сборная вновь в отличной форме и готова показать максимальный результат. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok